Пришло время собирать чабрец. Чабрец мы срезаем ножницами, так чтобы не повредить корешки этого растения. Второе название у чабреца это тимьян. Входит в сборы пряных трав, используемых в кулинарии. Например, прованские травы. Чабрец можно добавлять в чай, а можно добавлять во вторые блюда и супы. Это не только лекарственное растение с широким спектром действия, но это также и пряноароматическое растение, которое используется в кулинарии. Друзья, а это земляные осы. У них норки вот здесь, среди травки, в песочке. Замечательные насекомые. Ну вот я стою в зарослях кипрея, иван-чая. Сейчас его вовсю можно собирать. Листики здесь широкие и мало повреждены насекомыми. Мы будем чай этот ферментировать. Кипрей ценное лекарственное растение, предупреждает даже онкозаболевания. У нас этот чай практически каждый день на столе. Разные степени ферментации. Есть зеленый 10-часовой ферментации, и есть черный 3-часовой ферментации. Но через мясорубку мы никогда эти листики не пропускаем. Мы любим крупный лист. Как делать из кипрея чай ферментированный, я показывала в предыдущих видео. Вот уже и пижма цветет. Пора ее собирать в качестве лекарственного растения и пряно-ароматического. Листики мы с удовольствием добавляем во все блюда в качестве пряно-ароматической витаминной добавки. Листики похожи немножко на корицу, мускат, имбирь. Такие специи. Тонкий аромат источают. Мне нравится та нотка, вкуса, которую листики полыни добавляют к еде. А цветочки в качестве антипаразитарного. Также мы сейчас собираем траву тысячелистника. Вот эту верхнюю часть сантиметров так около 10 верхушки. Вместе со стебельком, листочками и цветочками. Это растение мы очень любим. Добавляем во всю еду, потому что дает очень приятный аромат в еде. И вкус, особую нотку добавляет. Также это прекрасное кровоостанавливающее. И это растение с широкими свойствами, лекарствами. Можно посмотреть в энциклопедии. Мы любим это растение иметь всегда в нашей зеленой аптечке. Во всю цветет цикорий. Осенью мы накопаем его корешки. Будем готовить прекрасный напиток. По вкусу похожий на кофе. Очень полезный для здоровья. Смородинка послела желтая. Пора ее убирать. Ягодки у смородины очень сладкие, налитые. Сочные, сочные. А здесь у нас земляничная полянка. Ягоды, богатые витаминами. Это целая кладовая лекарственных веществ. Полезных для каждого лекарственного человека. А здесь у нас лещина. Подарит нам орешки. Осенью. Светет валерьяна. Вот такими белыми соцветиями. Листики у нее. Сейчас покажу вблизи. Вот такие полистопарные листики. Очень красивые листики у валерьяна. Осенью мы выкопаем несколько корешков. Для приготовления валерьяновой настойки. На солнечных полянках уже отцветает зверовой. Вот такой уже не годится в зеленую аптечку. Нужно собирать, когда он цветет. А здесь очень много уже коричневых, отцвет, отцветших соцветий. И зверовой помогает отста болезней. Так говорится о нем в народных лечебниках. В энциклопедии можно увидеть широкий спектр лекарственных свойств зверобоя. А в тенечке встречается еще чистотел. Мы приготовили из него сок. Брали все растение целиком. Вместе с корешками, стебельками, листочками и цветками. В холодильнике он у нас стоит. Время от времени пробочку отнимаем. Вот это растение отбивает стебельки других рядом стоящих травок. Венок помогает при запорах. Редактор субтитров А.Семкин